К десятилетию общественной организации «Дорогою добра» проект «Особенная история». Родители особенных детей о людях, которые им помогают, и непростом пути, который они проходят вместе. Первые два месяца я, наверное, можно сказать, тонула в собственных слезах каждый день. Ну не знаю, состояние словами не передать, это шок, вообще такой удар. Долгое время первые мысли были такие, почему я, за что? Ирина Пономарева, мама Дениса. Еще в роддоме Ирине сказали, что у сына синдром Дауна. Сказали мне это прямо на родильном столе. Прямым текстом не говорили, что можно отказаться, но намекали, говорили, что вот вам сейчас надо подумать. Я была в таком состоянии, что я не понимала, о чем мне надо подумать. До меня только потом дошло мужу, я буквально мне даже, когда пришел, помню, вот его первые слова были, говорит, я не понимаю, что им от нас надо. Это наш ребенок, ребенок как ребенок, что им надо, я не поняла. Прямым текстом мне сказали, это уже после больницы. Денису месяц был, я пришла на контроль в женскую консультацию, и мне там врач сказала, так вы же можете отказаться. Для меня это был такой удар, ребенку месяц, он дома, там, в кроватке, ждет меня. Я тогда весь вечер рыдала. Вопросы, которые задавала себе Ирина, наверное, задает каждый родитель особенного ребенка. Я постоянно с мыслью жила о будущем ребенка, о каково ему будет, обижать его будут. Переживала, что он не сможет в детский сад ходить, в школу не пойдет. Я себе тоже, конечно, думала, что я работать никогда не смогу. Я вот оплакивала вот это вот будущее, пока моя подруга в один прекрасный момент, она сказала, ну, хватит, что ты ревешь, давай будем решать проблемы по мере их поступления. Зачем ты оплакиваешь то, чего нет, а, возможно, и не будет. И вот я сейчас вспоминаю и думаю, действительно, я плакала, что мой ребенок не пойдет в детский сад. Мы ходили в детский сад, мы ходили в инклюзивную группу. Благодаря Денису я поменяла работу. Я работала в обычной школе учителем математики, затем информатики. И когда вот родился Денис, я уже крест поставила, что все, я больше уже не вернусь в школу, учителем я больше не буду работать. А сейчас я работаю в Центре дистанционного образования. Я вернулась к математике, то есть это все мое, мне это все нравится. И я всегда думаю о том, что благодаря Денису вот эти перемены в моей жизни произошли. Особенная история. Другая моя подруга школьная, она сказала, можно я дам твой номер телефона маме, у которой тоже есть дочка с синдромом Дауна. Она своей коллеге передала вот этот номер телефона, а у коллеги сестра Пенкина Юлия. Я знала о том, что есть родители, что есть группа родителей, мне еще в роддоме об этом говорили. И у меня мысли такие были, зачем им я со своими проблемами, у них там своих забот хватает. Я сама вот не решалась позвонить. И позвонила Юлия, и буквально она меня из этого моря слез вытянула. Один телефонный разговор, и мне уже стало лучше. Я начала, не знаю как сказать, привыкать вот к обстоятельствам. Вроде бы стало все налаживаться. Я помню, что когда Денису, наверное, вот месяца два было, первым мой старший ребенок, он сказал, я не понимаю, как мы раньше без него жили. Но я тоже с этой мыслью уже жила, постоянно вот об этом думаю. Сейчас Денису 10 лет. Он с радостью приходит на занятия в Центр Дорогой Добра. А взрослый радуется успехам мальчика, хотя и понимает, что впереди еще много работы. Ходит в школу Денис, в третий класс. Конечно, меня очень заботит то, что ему 10 лет, но он до сих пор не разговаривает, не говорит. Но стал сейчас жесты использовать. Ему это нравится. Не теряя надежды, думаю, что у нас все равно какие-то подвижки в речи будут. На занятия мы приходим в Дорогой Добра. Очень ему нравится. С большим желанием сюда идет. В мастерские нравится, в кулинарии нравится очень. На физкультуру мы ходим сюда, на занятия. Вот все, что у нас сейчас в жизни происходит, это и детский сад, и школа. Все так или иначе с Дорогой Добра связано. Вот это же вот открытие инклюзивной группы. Без Дорогой Добра этого не было бы. О будущем ребенка так или иначе все равно задумываешься, как и что это будет. Ты понимаешь, что один, ну ты не справишься. А вот все-таки организация, она может многое. И вот это как бы такая опора, такой остров надежды. Здесь себя чувствуешь защищенный. Организация Дорогой Добра уже 10 лет поддерживает семьи, где растут дети с особенностями развития. Напрямую государством центр не финансируется и без нашей помощи не справится. На номер 3443 отправьте смс ступени, пробел, сумма пожертвования цифрами, например, ступени 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. Особенная история